Приветствую вас, друзья! Давно не было у нас новых интерактивных панелей на канале и вот настал тот момент. Хочу вам продемонстрировать интерактивную, важную панель Smart. Сейчас быстренькое отступление. Очень часто все путают Smart доски, называя их именно таким образом. Все подряд. Нет, друзья, Smart это бренд, так же как и Xerox у нас является брендом, да? А дальше доски интерактивные. Это уже, собственно, описание того устройства, с которым вы работаете. В данном случае это реальная Smart панель с предустановленным Android. Что это дает образовательному учреждению? Все очень просто. Вы берете и выбрасываете классические доски на помойку. Почему? Потому что одним касанием на 65-й диагонали с закаленным стеклом вы можете заниматься тем, что будете писать. Ручками. Экономим на меле. Второе. Нам нет необходимости что-то постоянно вытирать. Доски интерактивные, да, так же как и панели, притягивают внимание детей, потому что это что-то новенькое. Это их привычные любимые жесты, когда мы все переносим руками, да, для того, чтобы нам было удобно работать. Если нужно что-то удалить, это все делается в одно касание, и мы готовы к дальнейшему. Очень важно, что приложения Smart доступны в фоновом режиме. То есть, если мы, допустим, с вами работаем с каким-нибудь роликом, давайте покажу, как легко запустить видеоролик на этом устройстве. Заходим, выбираем приложение, выбираем файлы, попадаем в проводник, выбираем, допустим, в нашем случае флешку, запускаем видеоролик. У нас запускается сам ролик, мы можем поставить на паузу и выделить детям тот фрагмент, который нам важен. Да, опять же, все это делается с помощью одного касания. Все, мы можем, да, увеличивать размер пера, именно толщину обводки. Уменьшать его, изменять цвет. Все очень легко и удобно. Сколько вам фломастеров нужно было держать? Вы знаете, что главная проблема, когда мы работаем с досками, если они не меловые, да, маркерные, это то, что мы с вами, к сожалению, постоянно вынуждены заботиться о том, чтобы у нас фломастеры были в надлежащем качестве. Если дети немножко поднадают, они теряют. Здесь проблем не будет. Нам не нужен дополнительный проектор, ведь все установлено здесь. Есть один минус, не так все хорошо. Эта система работает на андроиде. Многие приложения, с которыми вы работаете, работают на операционной системе классической. Это Windows, которая очень популярна в нашей стране. Здесь есть выход к этой панели. В одно движение мы подключаем просто наш любой компьютер, ноутбук или все, что будет вам необходимо. И тогда вы получаете доступ к полному функционалу. Если я уже завершил работу, я могу либо очистить и просто выйти, либо продолжить деятельность. И еще один плюс. Это же интерактивная панель. То есть она подключена к интернету. У нее интерактивность не только за счет того, что мы можем рисовать пальцем поверх изображения. Соответственно, в любой момент, когда нам нужна какая-то информация, мы можем ее вызвать и продемонстрировать детям. Не отрываясь, не переводя своего внимания. Все это делается легко, просто. Все зависит от скорости загрузки вашего интернета. Да, в данном случае таким вот образом. Могут ли работать несколько детей с одной доской? Да, демонстрирую очень простым способом. Давайте посчитаем количество касаний, с которыми я сейчас буду взаимодействовать. Заходим в режим рисования. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Десять. Поверьте, кто не верит, на паузе берем и считаем. Таким образом, интерактивная панель в современном образовании призвана для того, чтобы информация, которую преподает педагог, доходила проще, а педагогу было работать комфортнее. Это очень важно. Давайте выйдем из режима рисования. Опять же, не нужно сохранять, не сохраняем. Если были какие-то сложные примеры, сохранили и поделились. У многих есть мобильные телефоны. В какой-то момент я понимаю, что у меня на мобильном телефоне есть решенный пример. Я хочу им поделиться. Заходим в фотографии. С любого телефона, без установленного приложения. И просто начинаем ими делиться. Выбираем доступный экран. Бам! Бам! Все. Дорогие друзья, я хочу вам продемонстрировать на ваше новое решение. Это универсальные тумбы, тире сцены, тире спортивные снаряды. Выглядят они вот таким образом. Есть штабилируемые элементы, которые вы можете вытаскивать друг за другом. Есть стационарные, которые просто представляют себя куб. Вверх отработан. И если я хочу акцентировать на чем-то внимание, снова вызываем наш инструмент и говорим. Сейчас я буду говорить вот про эту часть. Это у нас ковролин. Это 18-я фанера. Если вы боитесь, мы по заказу можем сделать 22-ю. То есть вот таким образом мы делаем определенные акценты. Да, то есть вот так. Так, если нужно увеличить, используем инструмент увеличения. Если захотели выйти, просто берем и выходим. Бам! Если нам нужно в середине занятия провести некий опрос, мы можем заранее его подготовить. Либо пока дети пишут какую-то работу, подготовить этот опрос в среде нашей интерактивной панели. Очень просто, очень доступно. Как я говорил, безопасно. Всем рекомендуем приобретать вот такие же мобильные стойки. По одной простой причине. Солнце в нашем классе история непредсказуемая. Иногда бывают засветы. Если вы стенд прикрутили неправильно панель, перевешивать ее никто не будет. И вряд ли этому порадуются педагогицы. Когда мобильная у нас стоечка такая есть, просто всем становится проще. Подкатил туда, где удобно и позанимался. Надо выкатил в коридор. Надо перекатил во вторую половину класса. То есть очень удобно. По сравнению с общей панелью, цена стойки не особо влияет. Поэтому даже не думайте, всегда берите именно такой вариант. Интерактивная панель плюс стойка. По умолчанию. Что бы я еще рекомендовал? Я бы рекомендовал вам всем, когда вы думаете приобретать, не приобретать панель, все-таки приобретать мобильные компьютеры, которые устанавливать. Для многих решений, в том числе Smart, есть встраиваемые компьютеры. Они подороже, нежели какой-то мобильный. Я демонстрирую то, что есть у нас, чтобы вы просто понимали. То есть это мини-компьютер. Вот он места не занимает. Много электричества не потребляет. Находится сзади. Ручку протянули. Включили. Чтобы переключиться на операционную систему Windows, надо нажать одну кнопочку. Давайте покажу, как это делается. Нажимаем кнопку выбора источника изображения. Выбираем HDMI, к которому подключен. Видите, несколько точек об этом свидетельствуют. Пам! HDMI 1. Происходит переключение. Вот у нас уже операционная система, которую мы с вами все любим. И для которой у нас написано большинство программного обеспечения. Не забывайте, что у нас с вами тач-поверхность. Она никуда не делась. При установке драйвера из общего доступа мы можем работать точно так же с нашей панелью. И самое важное. Весь функционал интерактивной панели Smart у нас остался поверх окон операционной системы Windows. Как это работает? Смотрите. Помните, когда мне нужно было что-нибудь нарисовать, я вызывал вот это меню контекстное и выбирал доску. Все осталось. Даже в памяти цвет чернил, которым я пользовался в последний момент. Это очень удобное решение. Друзья, обратите внимание, интерактивные доски уже умерли. Не надо их мучить. Забудьте, что есть такие решения. Интерактивные доски в современном образовании не работают. Они устарели. Это сложный вариант, потому что там три штуки может выйти из строя. Это компьютер, это сама доска, ее нужно калибровать. И, конечно же, это проектор, который постоянно сдвигает, у которого умирает лампа. Поэтому, друзья, останавливайте свой выбор на интерактивных панелях. Я рекомендую Smart панели с именем, потому что у них есть программное обеспечение для работы с классом, проведения опросов. То есть они под это заточены для образования. Не надо ничего левое колхозить и искать. Вы работаете в образовании, у вас должен быть профессиональный продукт. Не что-то. Для дома вы можете делать все, что угодно. Здесь останавливайтесь на брендовых вещах, чтобы просто потом иметь возможность задавать вопросы, потому что техподдержка работает на достаточно хорошем уровне, чтобы иметь возможность постоянно обновлять этот продукт. Таким образом, решение классное, шикарное. Есть плюсы, есть минусы. Главный минус – это, конечно же, цена. Цена данного варианта в диагонали 65. Напомню, что панель у нас 65-я бывает, 75-я и 82-я. В зависимости от размера класса, выбирайте диагональ. 65-я на Android сейчас вам обойдется в районе 260 тысяч рублей. Это самая низкая цена по рынку за такую диагональ. Брендовые панели. Все, что там китайское, мы даже не рассматриваем. Итак, друзья, всем рекомендую приобретать только интерактивные панели. Лучше подкопить денег и взять не две интерактивные доски, а одну интерактивную панель, но это решение точно будет работать, потому что с ним удобно, комфортно и доступно для каждого. Как для педагога, так и для ученика. Поэтому не экономьте деньги. Берем только бренд, в данном случае Smart. Берем его только в лаборатории игровых технологий, потому что лучшие консультации не окажет никто, по мнению моей мамы. С вами был Александр. Канал «А есть вопрос». До новых встреч. Пока.